Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я хочу продолжить работу с корзиной. Кто видел мои предыдущие публикации, я показывала, как выглядела корзина, которая была уже старенькая, с дырками. Я обтянула ее первый раз в этой гипсовой штукатурке, и она высохла. Здесь у меня были старые лосины. Вот оно все подсохло, тут немножко надо подмазать. Обрезала я ноги в них и самой резиночкой тут обтянула. Также обтянула тряпками, которые были. Очень хорошо сюда подходит тюль. Вот она даже видно здесь еще подсохла. И обмазывать я буду густым клеем в середине. Вот такая ручка получилась с трубой, которая для, как она называется, металлопластик или как он называется, я уже забыла, для газа проводят и также для воды. Трубы эти. И вот у меня после ремонта остались они, пригодились как раз для ручки. Здесь прикрепили к этой вот ободочку на саморез. Ручку эту открутили проволоку. И так она более надежно держится, закрепилась. Но теперь мне нужно опять второй раз еще в клей. Я нашла вот такую футболку, она широкенькая. И тут вот резинка. Также можно найти лосины. Также можно найти какие-то брюки, может быть. Может быть наволочку, чтобы обтянуть. Так как тут у меня корзина, уже с ручкой, надо мне ее как-то приспособить на стуле, чтобы обтянуть. Чтобы ручку не повредить. Вот так вот я попробовала сначала, что она как раз мне подходит. Если обтянуть вот так вот. полностью. Но вот это лишнее все сейчас мы обрежем. Это все лишнее. Те футболки, которые уже мы не носим, с них можно что-то придумать. Как бы использовать. Еще раз. Так как дно я не буду закрывать с тканью, на ней можно обрезать так. На дно, почему я ткань не хочу, потому что я уже с практики зимовали, ой, то есть лето отстояли, у меня такие кашпу. И там, где было дно, там постоянно была влага, и они отошли от пластика, пластмассовой, которую я делала. Вот, друзья, я обрезала все лишнее. А здесь уже с клеем, здесь, что не подсохло, подмазать клеем. И сверху уже с клеем натягивать буду. Вот, хорошо все так получилось. Здесь все обтянуто. И все будет хорошо и замечательно. Так что, друзья, я уже в предыдущих публикациях рассказывала, каким я пользуюсь клеем. Но я вот сейчас хочу попробовать. Это вот такой клей. Он, конечно, дорогой, но он это восток. Где-то полторы тысячи. 25 килограмм. Ну вот. Здесь у меня у ведра вода. Теперь добавить клеем. Делаю я уже, друзья, на глаз. Уже не замеряю. Поняла, что главное, чтобы была густая. Как сметана. Смесь. Забыла одеть маску. Желательно одевать маску приступила. Потому что пыль сразу лезет в рот. Это клеевая. В воду добавила клей. Получилась вот такая вот смесь. Бухгарки все эти все просто руками. Хорошо. Размять. А теперь я буду опускать эту ткань. Так вот хорошо, хорошо ее чтобы она хорошо пропиталась. С двух сторон желательно. можно было пропитать сначала в воде. Или же вот еще можно сюда добавить немного воды. Что я и сделаю. в воде. Попитание. Открываем. Подкрываем. В nitrogen. Прохраняем. В поближе, чтобы было видно. Вот так вот я ее промазываю, размазываю, так сказать, растираю. Клею, чтобы сдержать. Мне нравится этот клей, я повторюсь, я в предыдущих публикациях рассказывала о том, что он быстро не засыхает, и мне он этим и нравится, что можно сделать густой клей, и он будет еще в хорошем состоянии. Не то, что гипсовая штукатурка, она сразу мгновенно засыхает, с ней нужно работать очень быстро. С этим же клеем можно спокойно не волноваться, что он так засохнет быстро. С ним можно работать 6 часов. Вот, размазывала я клей по всей ткани с двух сторон. Также желательно корзинку, подсохшую уже, немножко промочить. просто, чтобы лучше она схватила. Здесь у меня ткань с гипсовой штукатуркой. в целом экономии клея. Клей лучше скрепляется, а гипсовая штукатурка, она может обсыхать, а облетать, если оставить ее на улице, под дождем, на крышице. Поэтому сверху лучше лицементный раствор сделать. Вот такой клеевой. Вот. вот она моя подготовленная ткань. Резиночка тут у меня внизу. Вот у меня как бордюрчик по корзине. тут вот шел. Сделаем напротив ручек. Девочка вот так обтянем. Все это обтянем в корзинку нашу. и оставим просыхать. Здесь, кто видел мою предыдущее видео, я показывала, что это в трубочке вставляла, как дренажное, сделала отверстие. Здесь так все заглазим. Сделать надо мне еще клей закончился. И все я буду замазывать уже само дно без ткани. Здесь сравнять густым клеем. И будем ждать пока это все высохнет. Потом все это сравняется густым клеем. Ну, сейчас повернем, посмотрим, что тут у нас получится. Вот так у нас водочек. Сделаем. Можно пониже опустить. Лучше, конечно, опустить пониже. Здесь у меня тут ямочки. Еще надо сделать мне густой клей и замазать. Так же можно здесь еще сделать, вырезать полоску и закрыть такую удинку, чтобы не было этого шла, а чтобы вниз туда шел, чтобы вода не затекала и не оставалась здесь вода под дождем. Тут все еще раз можно тоненькой тканью замазать. Вот и все, друзья, чтобы вас не утомлять сильно. Все, где есть вот эти ямочки, все тут надо замазать густым клеем. Теперь я оставлю для просыхания. Оставайтесь на канале, друзья, кто хочет посмотреть, чем все закончится, в смысле, какой будет результат. Какая у меня получится корзина, кашпор для весны. До новых встреч, друзья. Спасибо всем за внимание.